И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрала Тэйч Инкорпорейтед, Вескер, с вами как всегда на связи. Так, немножко тут настроим фончик. О, идеально. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Эйр. Это третий уже эпизод, Memory of the Old. В прошлый раз мы с вами были в заснеженном храме, где встретили гигантского наутилуса, ну, кита. Хотя внешне он мне очень напоминает наутилус. Ну, имеется в виду наутилус капитана Немо, если кто-нибудь в курсах. Если кто-нибудь в курсах. Сегодня надо будет продолжить, только вот я не помню, куда нам двигаться. Нам нужно двигаться, наверное, на восторг, насколько я помню. Открывать все остальные места. Так, я не припомню это. Так, на F у нас фонарь, да? На F фонарь. Так, что это у нас за зона? А, это зона медведя, мы здесь были. Да, все, я все начинаю вспоминать. Потому что предыдущие два эпизода я записывал одновременно. Прошло две недельки, я немножко тут подзабыл, что как. Как? Ну, если что, вы мне напомните в комментариях. Ах, надеюсь, что вам понравился второй эпизод. Головоломки там реально интересные, мне понравились. Я так потихонечку вспоминаю. У нас теперь по субботам чисто геймплей будут выходить. Я вот так вот две недели уже пробую этот формат. И, я скажу честно, он реально удобен. Он помогает снять напряжение, если можно так выразиться. Потому что постоянно стримы, они перетруждают. И ты не можешь нормально потом на всем сосредоточиться. Ни в жизни, ни на ютубе в результате. Так, а как там? Ага, на ежку. Давай, давай, давай. Поднимаемся, поднимаемся. Все, я вспоминаю управление. Так. Давайте сориентируемся, куда нам. С одним мы разобрались, ключом. Давайте мы сейчас вернемся, наверное, вот здесь. Это ближайший все-таки храм, как ни крути. Можем, конечно, в другие места слетать. Посмотреть, что да как. Можем чисто на юг сейчас или на восток. А почему бы и нет. Королевский путь. Кстати, вот королевский путь есть какой-то. Вот еще остатки большого зверя. Может здесь какая-то... О, тут есть табличка. А, мы тут, по-моему, были. Насколько я помню. Дайте-ка, посмотрю-ка. В ней, когда боги еще не спали, собались живы... А, да, это было. Это я читал, это я читал. Это я читал. Здесь мы были, здесь мы были. Так, тогда получается, давайте на восток двинем. Там не открытая территория. Я считаю так, лучше открыть все, а там уже посмотреть, что да как и с чем едят. Может еще встретим парочку призраков, силы. Или что там в духе. Почему бы и нет-то? Так, пока я плыву на этот островок, а нам надо еще вон туда. Так. Вот я вижу какие-то острова. Вот давайте вон туда, там какая-то цитадель большая. Давайте сквозь облака. Красота. Вот это мне очень нравится. О! О! Алтарь Творца. Мы открыли новое место. Слушайте, кстати, большой алтарь-то. Целенький. За ним явно кто-то ухаживает. Огромный. Так, давайте сначала наверхушку. Может там что-то есть? Наверняка что-нибудь да есть. Хм. Пуста. Ю-ху! Так. Выверт... Так, где вверх, где вниз? Так, я потерял ориентацию в пространстве. Так, спасите. Так, мы потеряли ориентацию в пространстве, народ. Сейчас попробуем ее восстановить. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как здесь ориентацию восстановить в пространстве? Тут, по-моему, была какая-то кнопка скипа. О! Во! Все. На Z. Вроде на Z. Не уверен, на Z или нет, но вроде она. Так необычно было вверх ногами, если смотреть. Ну, интересно. Весело и интересно. Так, ладно, давайте зайдем в этот алтарь. Там еще что-то, какой-то островок я вижу. Туда, наверное, тоже залетим. В общем, как я понял, основная суть собрать все печати и... стать новой владычицей мира. Как я могу судить? Тут пустое. Так, это открывается? Кстати, это, наверное... О! Это центр. Это центр всего мира. Значит, получается... Вот здесь маяк. А, нет. Вот маяк. Вот здесь другая башня. Значит, то есть, смотрите. Получается, если так смотреть, то все перекрестили. Где-то вот здесь что-то. Может быть, там еще что-то есть. Мы сейчас с вами тогда еще... После этого пойдем на... Северо-восток. Там тоже есть как минимум одна или две территории. Скорее всего, там одна. Большая только будет. Здрасте. Вы откройте дверку новой владычицы? Нет? А че так? Не хотят. Ладно, идемте на северо-восток. О, а там еще, кстати, какие-то мелкие острова. Здесь, наверное, родни раздробленные островки, я так понимаю. Даже музычки... О, вон там музычка есть какая-то. А, это кусочки. Ладно, давайте сюда. Вот там есть какой-то островок. Это мы на юг, по-моему, движемся. Да, на юг, но... Опять же, это... Ну, ладно, мы уж здесь... Давайте сюда приедем. Коль уж мы тут. Вот на какой-то алтаре. О, это... Привет. А ты кто? Дай с тобой сфоткаюсь. Ого. Лисенок. У нас лисенок с вами есть, нашли. Это, походу, тот самый лис, который с нами говорил. Хотя тут... А, и тут много этих лисов. Потому что тут прямо леса, лесные. Тут несколько, кстати, таких алтарей, смотрю. Тут и косули. Боятся нас. Правильно боятся. Табличка. Табличка. И солнце никогда не заходило над тобою. И повсюду цвела весна. И песня твоя в миллионах сердец славила мимолетность и красоту жизни. Похожую на летящий по ветру лепесточек. Ты, беломраморный лебедь, распахнувший крылья навстречу закату. Мы больше никогда не увидим тебя. Жалко. Это, походу, все-таки в войне проиграл Урса, я так полагаю, в этой. Но мы же читали информацию по поводу... По поводу этих-то войн. Так, а вот это что? Может, какие-то ворота специальные? Ну, судя по всему, это какие-то ворота. Только я не пойму, для чего они. Может, видите, здесь в середине... Может быть, они открываются как-то, если взлететь? Нет. Не знаю, для чего вот эти вот штуки. Но, скорее всего, они то ли для повещей, то ли для прохода, то ли для пролета. То есть, что-то в этом дуке. Давайте изучим сначала все вот эти мелкие острова. Потом поедем тогда на восток чисто. А оттуда уже на север обратно. Может, к медведю еще раз заскочим? А что нет? Да каждый раз к медведю заскочим. Заходим в гости. Вот смотрите, еще ворота. Гигантский ствол. Ух ты. Колец-то вроде немного, а большой какой. Может, это вековые... Вековые у него кольца в этом... В его случае. Тут, кстати, информации никакой нету, я смотрю. Вон там, кстати, точка сохранения. Вот эти фонтаны, это точка сохранения. Я, кстати, научился... Я вспомнил, что здесь есть инерция. Так, это сохранение. И вот эти, кстати, ветровые потоки, я тоже помню. Они вроде нужны для ускорения. То есть, если ты их используешь... Ты можешь хорошо ускориться. Ну, конечно, свободное падение ускоряет сильнее, если что. То есть, ты когда падаешь, ты можешь быстро ускориться. Вот, к примеру, вот. Ой. Я слишком не скупал. Ладно. То есть, здесь есть ограничение попадения, ясно. То есть, тут есть ограничение высоты. Запомним. Я думал, этого ограничения тут вообще в природе уже нету. Но я ошибался. Оно есть. Ну и хорошо. О, тут что-то. О. Здрасте. Так. О. Смотрите. Местные души нашлись. Давайте глянем. Причем сразу несколько. О. Назад демоны. Люди отгоняли каких-то демонов. А, это демоны. Красота. У меня тут что, теперь боевка что-либо? Это что, шутер превращается? Судя по всему, да. Какие-то демоны были. Если что, я не подавил по моей краю. Так что... Хотя я поджел к Константину при этом. Я скорее по Кроули, но не по Винчестерам, опять же. Сложно сказать. Но любопытно. О. Красота-то какая. Ну, это как... Это какие-то ворота. Либо ворота. Либо это активационное устройство какое-то. Не пойму, честно говоря. Может, здесь что-то надо сделать или что-то активировать. А-а-а. Ясно. О, я же говорил, это ворота. Открывает. И скорее всего, мне надо пролететь сейчас через все эти четыре и откроется тем самым ворота сюда. Я ведь прав? Да. Скорее всего, так оно и есть. Что ж, давайте не будем терять зря время. О. Это интересно. Есть что-то на вершине этого древа? Нету. Так, давайте тогда открываем все эти воротики. Ищем первую. О. Тут еще пара людишек. О, еще лиса. Старые боги-вертвы. Их сила принадлежит богу-королю Короку. А, у него теперь есть имя. Нет, зачем ты это делаешь? Люди пришли убивать за богов. Шизики. А этого уже закололи. Привет, лиса. Как самочувствие? Вот и тебя сфоткаю. Я не знаю, я либо возьму лису на арт-заставку. Она слишком миленькая. Да? Ну, она, кстати, заметьте, лиса-то с нами постоянно. Она нас не боится. Мне это нравится. Может, она и была бывшим богом? О, кстати, о богах. Отправляемся. Я вижу еще парочку людишек здесь. Так. Что это? Похоже на оглушительный раскат гроба. Кажется, он шел из онна. Верно? Вот там, видимо, онна была. Но нам сейчас не до оннычей. Нам сейчас до восторженничей. Отлично. Активировали. Значит, я был прав. Надо через них пролетать. Так, аккуратно. Может загружиться голова. Будьте внимательнее. Если увидим призраков, заглянем, почитаем еще историю. Здесь, скорее всего, должно быть много. Но я не всех их вижу. Так, давай ускорим. О. О. Вот это скорость. Вот что значит набрать хорошую скорость, да? Так. Идем на снижение. Идем на сближение. Я думал, не упаду, но упал. Так. Два есть. Два осталось. Где еще? Вот тут где-то было вот одни ворота. И где-то четвертые должны быть. Я видел только три. Вон там. Тут и тут. И все. О, там вижу людишек. Надо будет сходить. Сейчас посмотрю. Только сейчас заметил. Или это... Я не уверен. Это... А, это, наверное, ламба была, да? Или здесь были люди. Но я имею в виду вот эти духи, воспоминания. Знаете, я взлечу-ка еще раз осмотрю. Так. Столбы, кстати, если что, подсвечиваются. То есть, технически я должен их видеть. Может, один в тумане? Кстати, вполне может быть. Один вполне может быть в тумане. Так, давайте осмотримся, где мы. Так. Вот эти я открыл. Смотрите, они все... Это... Роща Лифы. Они все находятся на... Примерно... Одинаковых позициях. То есть, по сторонам света. Север, юг, восток, запад. Получается, где-то вот здесь должна быть еще одна. Я так понимаю. Если так вот посмотреть. Давайте осмотрим все. Нет, там пусто. Там уже другая локация. Значит, ворота где-то здесь должны быть. Вот эти я закрыл. Роща Лиф... Лифлы. Давай, рощица, помогай нам. Вот. Может, туда полететь? Там может быть что-то еще. Потому что вот здесь, здесь есть дам. Мы закрыли все. Значит, скорее всего, где-то вот тут может быть еще. Вот давайте вот так вот полетим по периметру. Может, найдем сейчас... Еще одну пару врат. В конце концов, кто же говорил, что их здесь быть не может? Все может быть. А может, сейчас что-то новое откроем? Нет, тут уже какая-то новая территория пошла. Это восточные ступени. Так, пока нам не сюда. Я что-то новенькое уже открыл. И это новый алтарь. Пока туда не суемся. Сначала разберемся с этим алтарем, который уже начали открывать. Может быть, один вообще в тумане. Кстати, а и вполне может быть же такое ведь. Тут такие кучные облака, что и не мудрено, если так оно будет. Ну-ка. Вот это мы читали. Там побывали. Там открыли. Там открыли. А где еще ворота-то? Где-то же должна быть еще одна... Еще одни ворота. Или я наоборот все открыл? Давайте поглянем-ка быстренько. А, их три было. Я думал четыре. Я думал... О, заметите-ка. Человек в спешке убегает. Ну ладно. Открыть дверь. Я думал четыре. О, спасибо. Дверку открыли. Походу, я общался. И тут, кстати, еще один убегал. Вот этот убегает. А-а-а. Этот убегал... А, я... Ну да. Я иду прямо в задницу демона. Весело. Весело. А сколько у нас там идет? Я за временем еще слежу. Так. Ну, в принципе, пока нормально. Ну, я сделал где-то эпизод в 45 минут. Я хочу вот так вот примерно... Делать по времени. Интересно, что вы думаете по поводу, кстати, вот... Вам как больше нравится? 45, час, 30. Может кому-то нравится. Может два часа. Пишем в комментариях, ребят. Интересно? Как говорится, вы пишете, вы помогаете тем самым. А я улучшаю контент. Ведь без вашей обратной связи я же не смогу понять, что вам нравится, что нет. Исследовано душевный лес. И что я тут исследовал? Пока ничего. Тут только какие-то светлячки. Может я лесу как-то присобачиваю сюда. Вот с таким вот светом. Правильно душу она, кстати, выходит? Ладно, идемте. Я думаю, может, да не прыгать, а то помрешь. Хотя, давайте! Что здесь у нас? А, тут фигня. Такой пафос сломал, наверное, всем, да? И идти по дорожке? Не-е-е-е. Спрыгнуть вниз сюда, конечно. Ну, это, кстати, такая вот реально интересная дорожка. Ладно, идете прямо, посмотрим. Какие-то светящиеся камни. Наверное, это плесень, я так полагаю, на них. Так, какой-то темный, темная сфера. Я что, демона какого-то сейчас буду будить? Поговорить. Это ты, Кара? Нет, не может быть. Кто ты? Мне нужно наружу. Но нет сил. Этот камень не из нашего мира. Щель. Там глубже в пещере. Закрой ее. Ладно, великий олень. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кара, это так, кто нам дал фонарик. Поэтому он нас не испутал сначала, так понимаю. Чего мне кажется, что он мне врет? Тут слишком много демонюк показывали. Нам в любом случае, наверное, надо сюда. Как ни крути. Давайте сначала смотрим все здесь. можно не какую-то табличку с информацией ну должна на быть наверное люди убегали от демонов может быть они не успели и оставить не там все же может быть конечно другой стороны кинул маленькую до тащечку тоже бонус вот огромный алтарь щель времени а смысле а щеля почему ты сам я тогда не закрыл нас скорее всего туда надо мне так понимаю и почему она здесь не обратит ну хотя может здесь ограничение на полеты ладно дождемся сейчас о приплыли нам скорее всего туда надо это полагаем выше не залезешь или залезешь а нет залезешь есть я думал как сюда туда прыгать платформер будет долгий ну ладно терпимо как раз уложимся я так полагаю этот второй храм хотя второй ли она 3 уже по счету есть учитывать тот алтарь которому нашли который нельзя было активировать нормально не торопимся делаем все спокойненько вот зараза достать фонарь я думал смогу попасть ладно вселенная любит троицу как говорится вселенная любит тройку попробуем так хотя немножко дерган он конечно здесь выглядит но это инди игрушка как ни крути хотя и стимовская но все же нет но мне нравится она такая медитативная успокаивающая я вот ее сейчас записываю перед тем как мы с вами будем в майнкрафт стримить между прочим так нет ждем 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 не торопимся не торопимся так вторую платформу ждем вот эту ну ладно вселенная любит четверку попробуем еще раз надо попасть на платформу замыкшись здесь конечно но почему бы и нет так на эту я уже не успею попасть подождем то есть смотрите нам нужно все пропрыгать многие скажут почему ты сразу не прыгаешь платформу не долетим то есть видите мы как падаем то есть у нее прыжок ограниченный у нее прыжок ограниченный она уже попасть на платформу и закрыть а это скорее всего пустота пустота вот это самое ничто которое нам рассказывал местный божественный кит наутилс так ждем не спешим так о а есть все использовать а цветовой кристалл мы активируем свет и тем самым уничтожаем тьму с освобождением бургер кенка или куда-то еще хочет правиться нет ну а что столько лет было в заточении наверное столетие кстати заметьте платформы перестали даже крутиться а там и вовсе зависло пойдемте к нему может он нам даст какой-то совет или даст великую силу привет расскажи кто ты или давай вот так я с лису может быть наклею на тебя ты у тебя получилось мне гораздо лучше спасибо тебе мне уже начало казаться что я полностью из таю наверное расставишь хотел сказать люди короку захватили мой дом они рвались к магии этого места я боролся с ними столько хватало сил но их было слишком много а так это ты а был тем самым лосем которого защищали люди то а короку это бог король вот этот великий ясно зато мне удалось сохранить самую важную тайну а именно ее ты ищешь не так ли у меня есть то что тебе нужно вот возьми этот ключ я защищала его а извините я думал вы он я защищала его это была моя задача спасибо малышка и теперь я оставлю эту миссию тебе ясненько и спасибо спасибо еще раз малышка спасибо еще раз малышка я уже дал ему мужской голос уж извините ладно у нас теперь два ключа с вами это хорошо два ключа и тринадцать минут запасе иначе давайте тогда уже следующий храм чем более бы там открыли эту новую территорию что нет то хотя можно сначала на восток полететь давайте на восток интересно что на востоке скорее всего какая-нибудь лютая задница о правят опять ты а подружка что привело птицу на восток навещаешь ли флу там наверху все может быть значит все это время ключ был у нее примени его где следует дальше на восток а потом на север почти у моего дома а у него дома то есть получается ты на северо-востоке живешь хорошо кстати можно спросить почему храмы ведут вниз если люди смотрят на небо в поисках ответов чтобы когда ты поднимаешься наверх ты сразу смотрел наверх ну логично же нет смотрите храмы в самой глубине в тьме но когда ты возвращаешься наверх ты видишь свет вдоль лестницы знаете как вот лестница это даже кстати как лавкрафт писал в затерянном безымянном городе когда исследователь же нашел вход они же как они всегда спускались спускались ровно вниз шла лестница а потом обратно же когда поднимаешься ты же будешь видеть в каком смысле свет как ни крути и туда и туда то есть спускаешься чтобы познать тьму чтобы поднимаюсь увидеть свет как бы ну такое заре своеобразное душевное духовное психическое нормально почему храмы ведут вниз ну я уже ответил меня это удивляло много веков а ладно просто люди такие странные создания да нет вполне логика есть лестницы а кто ты такая ты больше чем те лисы которых я видал значит и они не ты правильно поняли кофе кончился кофе кончился кофе кончился ладно идем дальше должен признать пригружаться долго так давай значит получается дальше на восток она сказала ну получается да кстати а я был кстати прав по поводу что здесь две территории то вот одна вот еще здесь одна получается я правильно все посчитал так ну вперед на восток вот Covid вот это скорость урунион давайте глянем да он еще реально был уничтожен ой я ничего не вижу давайте посмотрю гербо на немец вот низ разлетел тут людишек полно и лисичек тоже ххххххс олеже Какой-то памятник Каменные крылья Найти статую цапли То есть, следующая будет цапля, что ли? Не помню этого Здесь прежде Землю будто переносит ветром Нужно спешить, чтобы добраться До безопасного места Я нашел статую цапли А тут, знаете, кстати, реально много достижений Тут реально их очень много Не знаю, может Какие еще у нас неоткрытые Понравится детенышу Ламбы Пройти сумеречный приют Открыть все территории Но это мы сейчас быстро сделаем, наверное, сегодня Пройти архив То есть Здесь разные А, кстати, надо, наверное, еще в следующий раз Нам с вами навестить старика И сказать ему по поводу Криптографической зоны Но мы ключи сейчас получим с вами Надо, кстати, реально навестить маяковых А мы же в любом случае их будем навещать Нам же в любом случае туда Потом тащиться обратно О! Что там за собрание у них? Мы больше ничего не можем поделать Вот-вот случится что-то плохое Мы стали слишком алчены Этот, видимо, от того, что алчный жарабас Этот лицом Ясно Что? Так Этот тоже лежит А что тут? Просто Канализация, наверное, моему Кстати, вон там наверху что-то есть Могу, конечно, ошибаться Но давайте глянем Нет, тут нет Это просто старое Это, видимо, он был Он, знаете, он, наверное, был как Атлантида, наверное Что-то он в духе Потому что, смотрите В центре был круг Люди там собрались Случился, наверное, взрыв какой-то Случился какой-то взрыв И город развалился на части То есть раньше это было большой, единый Остров Который остался от континентов После первой катастрофы Но Теперь здесь все разлетелось у них Да, у них, скорее всего, здесь все разлетелось О! Записка Прочитать В южных кланах Гордые люди Даже под угрозой войны С самозванным богом-королем Короку Они не склоняются До того, как были построены Урзы и Он Многие Оборотни выбрали Лань своим зверем-духом Своей защитницей Это та, с которой мы встречались Сейчас только что, Талендала Но постепенно духи стали печальными Они жаловались Богам на тьму в мире Тень Закравшаяся в их сердца Протянулась еще дальше Это так Но тогда верное и обратное Существование света И в этом наша надежда Меня зовут Хашар Из Восточных островов Я первый оборотень После десяти поколений Мой звер-дух выбрал меня И я не отступлю Я отправлюсь на север В монастырь И присоединюсь К другим жрецам Аааа То есть мы оборотни Получается А какое мы поколение Тогда мне интересно Мне реально интересно То есть получается Возможно вот эти все Животные Это тоже люди А почему они От меня убегают Я же птица Птица высокого полета Че от меня убегать-то Я же все равно вас найду Тут какая-то башня в воздухе Может на нее что-то Пролетит А нет Там нет смысла Так Спокойно Пока не влетаем в это Раньше времени Так Давайте на островки Наверное Писот выйдет подольше Подлиннее Но не страшно Пока успеваем На все Так Стараемся изучить Все что можем Спокойно Вот Основные острова Разрушенного города Я так полагаю Они сначала Его разру Пытались разру О смотри Сколько там людей Давайте туда Я так полагаю Что они сначала Скорее всего Пытались его разрушить Когда его разрушили Башни Тут все Они разлетелись же И тут находится Все вот это дело Так Ну вот Одного закололи О Зон сохранения Второго закололи Третьего закололи Бог король Требует Все изменить А что именно Можно почитать Королевский указ Бога короля Короку Царя царей Бога богов Складитесь Перед ним Единственным богом Он И только он Правит всеми жителями На востоке И в земле богов Преклоните колени И уцелейте А ну да Либо жизнь Либо смерть Пожалуйста Тоже себе Божок нашелся Окажите сопротивление И ваши дни Священные Да Мы там видели Одного уже закололи Такова воля Бога короля Короку Отныне А то есть Это не цапля Это журавль Получается Да То есть Мы на территории Бога Журавля А почему Десятый месяц А почему Не первый месяц Короку Это что за бог Который Который себе Даже месяца Сделать не может Этот в ужасе Пока тут всех Объявляют И казнят А тут что у нас Эти убегают В ужасе Там тоже По другую сторону Эти тоже Убегают Этот защищает Ребенка Этот хочет Убить ребенка Это лиса Там лань Да Тебя заметили Тебя засняли Лисичка Не надо тут жаловаться Ты жива? А Эту закололи Слушай Может это недавние события Кстати Походу Недавние Я так полагаю Здесь сражаются Здесь Разрушенная Статуя Скорее всего Это лиса Я так полагаю Наверное О Вон там Кстати Тоже Кто-то Что-то Не брать Или это Защитники Окаменевшие Вот этот Убил Одного Из нападавших Этот Атакует На другого Я вот так Слежу за временем Примерно Давайте еще 15 минут Возьмем Хватит Чтобы Слишком много Не уходило Ну слушайте Тут реально Контента много Очень много Я вам скажу И там Что-то На тех островах Тоже То есть Все надо изучить Все изучим Какая-то дверь Давайте Туда еще Долетим На ту зону Взрослые дети Бегут От Маньяка С мечом Запомните Все кто хотят вас убить Они маньяки Можно не жалеть Даже если их заставляют Если они это делают Значит они маньяки И тут нет Слова Убей Или будь убитым Это Нет Убей или будь убитым Если когда на тебя Хотят убить Тогда да Ты можешь убивать Это единственное Исключение Из правил Которые Тебя никто Не имеет права За это осуждать О Вот тут наверное Что-то еще есть Давайте осмотрим Все Вот в таких местах Всегда что-то Запрятано Говорю вам Вот реально Кошмар Организовывать Шизу А я ее именно так всегда называю Это ее официальное название Только из-за того Что один город Подчиняется Птице А другой Подчиняется Неизвестному Какому-то Короку Себя Взобнившим Ну не продали Этому Короку Призики Из-за Оку Что дальше Идти войной Что ли На всех Больной Какой-то Ублюдок О А тут Что-то Есть А Это Просто Дырка Вон там Кто-то Есть Еще Столько Поуничтожали Это Кошмар Тут Тоже Сражения Идут Ну такие Постоянные Сражения Походу Это Самый Густо Населенный Призрак Регион Ну неудивительно Тут палят Все А тут Тут скорее всего Какой-то текст Мэр Откройте Или вы хотите Чтобы солдаты Взяли город силой Не будьте трусом Выходите А то есть Он лучше пойдет Откроет вам дверь Чтобы вы взяли Город силой Чем будет держать Город закрытым Чтобы вы взяли Его силой Конечно Да Мэр Держите Не открывай дверь Не открывай Мэрчик Есть наверху Или Кстати Слушайте Они знаете Они сделали Забавно Мэр не открыл Поэтому они сломали Пол дома Чтобы открыть дверь Потом То есть Мэр подождите Мы сейчас откроем дверку Чтобы вошли сами Нет Ну идиоты полные Вот до чего Доводит шиза Вот до чего Доводит шиза Что идут сразу На людей С Палками Кошмар Эти люди в ужасе А эти хотят убить Этот бежит Давай иди Я тут постою Потыкаю палкой В них Чтоб ты нашел их А то Ты ж идиот Не найдешь Этот мертв Эти все еще сражаются Этот мертв Походу вот эти статуи Это не то демоны Вот эти сами Я так понимаю Не то Система обороны города Как вариант Не уверен на 100% Что Что то Что то Но походу Это что то одно из этого И нам надо туда потом Так Этих тоже Перебили всех Ну это кошмар конечно О Тут вход есть А это великая библиотека Я так понимаю Да Гарайну со штормовых островов От его сына Тасуду Танусу Отец с печалью Вынужден сообщить тебе О гибели библиотеки Снежной цапли Стража Города Онна Ворвалась К нам В ночи Они Угрожали оружием И выкрикивали Имя их короля Короку Подожди То есть Стража Перешла На сторону Ну Не идиоты ли Они Разрушили Сожгли Дома И свитки Они Убили бы И нас Но мы Сумели сбежать Мы наблюдали За побоищем Издалека Нам удалось Сохранить Несколько ценных Свитков Молодцы Хоть что то Смогли спасти Вот так вот И помирают Великие информации Цивилизации Только из-за того Что какому-то Шизику Пособившим себя С богом Решил захватить Другие города На этих островах Ну реально больно Какой-то У тебя была целая башня Сла Использовал бы ее Расширял бы Там не знаю Другие свободные острова Бы подворол Бы потихому Пригонял бы Расширял бы Собственный город Был Нет Надо было нападать На чужие полноценные города Которые ему Ничем не угрожали Мы отправимся В монастырь На северо-западе И оставим Свитки там В безопасности Надеюсь Что эти Далекие Искудные места Не привлекут Алчного короку Кстати реально Не привлеки Мы там много чего нашли Цапля Дух Поведет нас До границы Снегов А затем Вернется домой На юг И передаст тебе Это письмо Надеюсь Она отыщет тебя Ну раз это здесь Значит скорее всего Отыскала Так ладно Давайте как-то Выбираться отсюда Жалко конечно Это полагаю Статуя библиотечного Монастыря Но это Великая библиотека У основания Мы были Тут были Куда дальше Ну так О Там что-то есть Давайте туда А это как раз Северное направление Мы туда с вами идем Сэр Разведчики докладывают О залежах Аэр Под территорией Храма К северу Отсюда Подождите Аэр Это разве Не мы Нет я понимаю Что мы как-то друг У нас Мы оук Аук Но Тут залежи Теперь еще и ресурсы Пошли К северу Но мы на север Сейчас и идем Как бы Ну как бы Тут все облетели То есть сейчас Теперь только сюда К основному храмчику Давайте Максимум часик Еще 8 минут Еще попишем Посмотрим Хотя бы Долетим Восточные ступени Давайте О Хотя бы Надо найти точку Сохранения Там Не знаю что Ну или вход Какой-нибудь Старожевая башня Упала Помогите Найти Выживших А Это все еще Граница Вот этого Города На который Напали Да То есть А почему кстати Они делали Старожевые башни Если изначально Все было нормально Значит получается Что-то было Ненормально Значит Шизик Король Короку Готовился Они тоже готовились К обороне Но не смогли Устоять То есть Понимали его Намерения Кто-то видимо Пилил бюджет А Вот фонтан Вот это Да Вот это Я называю Территорией В общем Здесь нам будет Чем с вами Развернуться Ладно Давайте тогда На этом с вами Сегодня закончим Мы сегодня Реально сделали Неплохое дело Во-первых Посмотрели На развалины Города Увидели Что там Творил Гребуд Великий Бог Король Так называемый Который Решил Тут Всех Перебить Себе Захватить Такую Аннексию Тут везде Проводит Мы Увидели Так Смотрите Лиса Медведь Кит Четвертого Лань Мы увидели С вами Ну Из живых Еще пока Действующих Ну Ладно Кит уже Мертв Но Формально Мы увидели Застали Его живым Так что Считается Так что Мы увидели с вами Четвертое божество По сути Здешнее И Лиса Нас постоянно Преследуют Но Но в принципе Мы с вами Добрались До Мест Мы смотрите Изучили с вами Достаточно Много То есть Мало того Что мы Кстати Заметьте Мы сейчас Не на медведе Заканчиваем Но на лане Так что По сути Считается То есть Мы с вами Побывали Здесь Тут Посмотрели Здесь Побывали Тут И тут То есть Смотрите Мы с вами Открыли Целую Большую Область Целую Большую Область То есть Есть чем Заняться И судя по всему Если так Посмотреть Вот так Если глянуть Это скорее всего Один Большой Остров Который Разлетелся На Сотни Кусков Если вот Посмотрите Вот здесь Кстати Я обратил Внимание Они складываются Визуально Они так Очень хорошо Складываются Скорее всего Вот В этой башне Короля Я знаете Что думаю Ребят Что случилось На самом деле Ну Вот как бы Читали с вами Эти истории Я обратил Внимание На такую Вещь Что Там же Случилась Катастрофа Из-за чего Большая часть Земли Пропала Но у них Была Одна Видимо Большой Единый Остров Какой-то Так Полагаю С храмами Со всем остальными То есть Летающий Континент Будем Называть На континенте Были Отдельные Города То есть Они же Как-то Прибегали К ним Так ведь Логично Логично То есть Вот здесь Вот тут Вот тут Находятся Какие-то Ворота Вот здесь Были Какие-то Ворота Вот тут Был Какой-то Храм Вот здесь Тоже Храм Там люди Как-то Ходили Между Собой Вот здесь Люди Как-то Ходили Вот здесь Здесь Они же Не летали Они Переобещали Так ведь Это потом Воздушные Змей Появились Мы Видели Все Дело А так Скорее всего Было Одной Единой Территорией Но Вот здесь Что-то Случилось Потому что Заметьте Вот тут Летает Только Одна Башня Все Остальное Ушло Далеко На расстояние Такое ощущение Будто В башне Случился Какой-то Взрыв Либо Она Являлась Источником Этого Взрыва Либо Она Рухнула И расколола Континент На дрейфующие Острова И они Сейчас Отходят Друг от Друга И судя Вот по Этому Всему Что мы Видим Скорее всего Так Оно И случилось То есть Случилась Какая-то Ну у них Там была Реальная Какая-то Шиза Они Сражались Друг с Другом То есть Несколько Городов Скорее всего Вот этот Город Сражался С этим Он Вот этот Город Погиб Вот этот Город Полностью Был уничтожен Вот эти Алтари Пока никто Не трогал Видимо Они сдались Безбоя Север Никто Не трогал Потому что Там Кит Не билдите Кита И будет вам Счастье Как говорится Не будете Наутилуса После Наверное Кровополит И зараза Видимо Он пошел В другом Направлении Либо На север Я так полагаю К медведю В этот момент Они наверное Добыли Какой-то Айр Его было С избытком И случилась Какая-то Техническая Катастрофа Из-за которой Весь мир Располся Весь мир Располся И вот такая Вот сейчас Картина У нас наблюдается То есть Это много Что объясняет Кстати Я только сейчас Заметил Здесь видите У нас Печать Формируется Вот здесь И кусочки Формируются Это скорее всего Нам ключ дали Чтобы мы могли Дальше там Все открывать Получается Оставшийся Храм Вот этот Он будет у нас Видимо Последним Потому что мы там были Ничего не могли открыть А тут сейчас Теперь можем Что ж Понятно Так или иначе Ребята Надеюсь что вам Понравилось Сегодняшнее прохождение Пишем комментарии Ставим лайки И подписываемся На канал Если вы у нас Новенький Буду очень рад Все ссылочки Найдете В описании С вами был Альберт Вескер Умбрелла Тэч Ченнел Канал Умбрелла Тэч Инкорпорейтед Всем до скорых встреч Всем пока Удачи И Увидимся Умбрелла Тэч Инкорпорейтед Умбрелла Тэч Инкорпорейтед Умбрелла Тэч Инкорпорейтед Умбрелла Тэч Инкорпорейтед